В общем, хочу затронуть тему, которая, в принципе, больная и которая очень противоречивая, такая вот, даусмысленная. То есть она с одной стороны в плюс, с другой стороны в минус. Она очень неприятная иногда, иногда, наоборот, самая упоенная такая, самолюбующаяся. В общем, нарциссизм. Нарциссизм. Почему важно быть нарциссом? Почему важно все-таки манифестировать нарциссизм и заявлять о себе именно с этих позиций? То есть даже если вы не нарцисс, даже если вы в здравом рассудке и, скорее всего, относитесь к себе несколько ровно и оцениваете себя критически часто, часто это в минус. По той причине, что этим пользуются темные силы, этим пользуется окружающая действительность. Все заинтересованы в том, чтобы вы сидели и не высовывались. Никому не интересно то, что у вас на душе. Никому не интересно знать, что вы чувствуете, что вы думаете. Вы всего лишь маленький кластер в этом всем. Поэтому нарциссизм не что иное, в принципе, как реакционизм на это все. И быть нарциссом, осознанным нарциссом. Нарциссом, который знает свои тузы в колоде. И нарциссом, который может, несмотря на все давление окружающей темноты, засветиться, показать энергию звезд, энергию солнца. Это все даже не применительно к искусству, даже не применительно к художникам, писателям, к таким, как Малевич, который откровенно говорил о своей гениальности. Открыто в книгах. Или взять того же Лимонова, который, может, долго ссылался на то, что это был лирический герой. Но, тем не менее, такие фабулы, такие мысли возникали. Всегда можно воспринять некоторые фабулы, некоторые позиции как игру, как игру актера. То есть, в данном случае, тоже нарциссизм, это может быть всего лишь ваша театральная игра. Хотя где-то за ширмой, там, за кулисами, глубоко вы понимаете некоторый баланс и понимаете некоторое перераспределение сил. То есть, ощущение того, что все циркулирует, и что есть необходимость задавать тон самому, а не просто поддаваться на каждую перемену фона. В этом случае нарциссизм необходим, жизненно важен, и нарциссизм прекрасен именно поэтому. Что бы вам ни говорили ваши друзья, коллеги, знакомые, приятели, так называемые, это все не имеет никакого значения. Важно только то, что идет из вас изнутри. Вы сами солнце для себя, самих же. Если вы сможете зажечься изнутри, а зазнать, насколько вы прекрасны, потому что вы действительно прекрасны, потому что прекрасней вас нет, и любить вас, кроме вас самих, никто не будет полюбить самого себя. Разлиться солнцем. Если бы каждый человек это сделал на планете, мы бы получили совершенно другую реальность. Но вместо этого мы видим, как люди сжимаются, как они испытывают давление, как они переживают за то, что они сказали, за то, что они написали, за то, что их не оценили, не позвали, не пригласили, не сказали «Вау, твой последний фильм просто фурор, я такого не видел, это просто что-то удивительное, невероятное». Ты обязательно продолжай, знаешь. И в этом смысле нарциссизм. Всё это должен заместить. Вы должны кайфовать от себя, прежде всего. Кайфовать. Вот так вот просто. Я сегодня такой кайфовый. Я сегодня просто необыкновенно кайфушный. Вот тогда кайф будет более новый, чем скепсис. Он будет свежим, и он будет раскрывать настроение, раскрывать возможности. В первонаперво. Возможности. То есть, в случае с... Как вот кто-то говорил, например, про Цоя, что в случае с Цоем мы готовы слушать любую его песню, потому что он в начинке, в каждой песне, он оставляет эту часть очень гармоничного и собранного себя, очень совершенного такого, прекрасного и целостного, монолитного. И уже не остаётся вопросов о том, какая это песня. Песня может быть и не очень примечательная. Песня может быть плюс-минус. И всё получается ровно, потому что всё, за что вы не берётесь, всё несёт ваш характер, ваш почерк, ваш блаженный статус. И поэтому нарциссизм – это не религия, это спасение. И пускай кто-то будет говорить вам, что вы любуетесь собой, что вы ни на что больше не годитесь, что вы никого больше не любите. Это неправда. Полюби себя и полюбишь весь мир. Потому что будет кому любить, будет кому нести эту любовь, это тепло, эту гармонию. Кроме вас, кроме тебя, кроме вот этого тебя, у тебя ничего нет. И на данный момент. И очень важно в этом всём разглядеть гений и прекрасную жизнеутверждающую позицию. То есть вот только я. Я просто невероятно крут. Только так. И я давно хотел это видео записать мне, потому что я видел, как угнетены и как боятся делать решительные шаги множество моих знакомых. Надо сказать, что у девушек, кстати, с этим полегче. Девушки гораздо более легко преподают себя. Они более гармоничны, они лучше стоят на земле и сопоставляют это с полётом в небе. И девушки, в общем-то, не боятся себя любить, скажем так. А вот парни, для парня вот эта тема, тема нарциссизма и такого самолюбования, она, как правило, закрытая, приглушённая. И парень, он всегда немножко в напряге. Он боится оторваться от мужественности, самоотверженности и прочего. Но всё это в букете может быть тоже. Этот героизм, это стоицизм, этот аскетизм и всё это может быть нарциссизм. Опять же, на примере того же на примере того же Лимонова или на примере Мрымбо или на примере Хлебникова, Велимира Хлебникова. Я вспоминаю его вот это часто стихотворение. Запомните ещё раз, ещё раз все меня там, короче говоря, предавшие, все кинувшие меня на свалку, что я для вас звезда. И это красивейшее такое стихотворение, которое читаешь и действительно легко его можно соотнести из ситуации нынешней. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Действительно, это правда. Это настоящая правда. Но дело не в том, чтобы тебя похвалили, а в том, чтобы ты сам себя похвалил, чтобы ты себя спас от зажатости, от всех этих вот этих гадких, давлеющих интрижек нашего быта. Я бы сказал так, от рыжек социума, который хочет из каждого гения сделать серую мышь. . Что? Продолжение следует...